Добрый вечер! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анны Макаровой. В начале коротко о главных темах. Не поделили дорогу. В центре Саратова произошло ДТП, в котором пострадали 7 автомобилей. Нечестные работодатели. В Саратове выявлены организации, нарушающие трудовое законодательство и права граждан. Взлеты и падения строительства нового аэропорта в Собуровке. Этапы возведения важного для региона объекта обсудили с главой Росавиации. Одним ударом шестерых. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Саратова. Перекресток улиц Вавилова и Железнодорожная не поделили ВАЗ-2114 и Hyundai Tucson. Водитель отечественной легковушки двигался со стороны Астраханской в сторону Университетской в тот момент, когда в него врезалась иномарка. Удар был такой силы, что 14-я вылетела на тротуар, зацепив по меньшей мере 4 автомобиля. Затем ее снова вынесло на проезжую часть, где произошло столкновение с Kia Ceed. Все машины получили повреждения, но сильнее всех пострадали автомобили ВАЗ-2114 и Hyundai Tucson. Последнему фактически оторвало часть кузова. Сидел в машине, потом вышел, увидел аварию. 14-я ехала по главной дороге, а вот Hyundai-ка врезалась в него. И он задел 6 машин. 6, да, 6 машин. Пострадавший только водитель, по-моему. Водитель 14. По словам очевидцев, водитель 14-й был госпитализирован. Никто из пешеходов не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Через полчаса после ДТП на пересечении улиц образовалась пробка. Авария стала препятствием и для общественного транспорта. На несколько часов встали троллейбусы второго маршрута. Ну а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Полина Попенец. Она расскажет о других происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие сутки. Полина, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Анна. И начнем с серьезной аварии, которая произошла сегодня днем в заводском районе Саратова. Там на улице Чернышевского столкнулись мотоцикл и маршрутка. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и врезался в микроавтобус 42-го маршрута. После чего упал под машину. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Еще одна авария произошла минувшей ночью на Московском шоссе. Женщина за рулем Рено Сандера не справилась с управлением и врезалась в столб, не доехав до своего дома около 100 метров. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, на дороге женщину подрезал неизвестный автомобиль. И о пожарах. Накануне днем на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в частной бане. На тушение пожара, площадь которого составила 9 квадратных метров, выезжали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем ребенка хозяйки бани. Еще один крупный пожар произошел в Балаковском районе. Там на открытой площадке в селе Маянга загорелось сено. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На тушение выезжала одна бригада спасателей, а также добровольная пожарная команда села Маянга. Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров, 7 из них в районах области. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, вам слово. Спасибо, Полина. И напомню, наша съемочная группа находится в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Чиновник и медик сцепились в рукопашный. Инцидент с участием заместителя главы администрации Волжского района Саратова и главного врача Красноармейской районной больницы произошел накануне. Подробности происшествия пока не разглашаются. Известно, что мужчины находились в квартире, принадлежащей жительнице Саратова. Что они не поделили, выясняют специалисты. Но конфликт перерос в серьезную драку. Главный врач схватился за нож и нанес чиновнику ножевое ранение. Заместителя главы Волжской администрации пришлось госпитализировать. А его соперника чуть позже задержали сотрудники полиции. По официальной версии городской администрации и Министерства здравоохранения, конфликт между мужчинами носил частно-бытовой характер. Саратовскую область посетил глава Росавиации. Александр Нерадько вместе с представителями регионального правительства отправился сегодня на стройплощадку нового аэропорта, где состоялось совещание. Его участники обсудили сегодняшнюю ситуацию и дальнейшие планы по возведению важного для региона объекта. Когда из Собуровки полетят самолеты, узнал Денис Титаренко. Сам Керон, большая площадь, стоянка воздушных судов, судов, которые будут стоять, рулежные дорожки для съезда. Важнейшую инфраструктуру будущего аэропорта в Собуровке можно увидеть лишь только на бумаге. В реальности все то же поле со взлетно-посадочной полосой, как и год назад. За весь прошлогодний строительный сезон здесь практически ничего не изменилось. И в июне прошлого года тогда генеральный подрядчик Волгомост, что называется, расписался с кровью, что через месяц он приступит к строительству объекта, к продолжению строительства объекта. На самом деле этого не случилось. Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным. Он также не отработал выплаченный ему аванс в размере чуть больше одного миллиарда рублей. Теперь с бывшим подрядчиком встречаются не на стройплощадке, а в суде. В арбитраже пытаются, правда пока безуспешно, вернуть выплаченный аванс и проектные документы. Пока ждет суд, новый подрядчик, компания «Мостотряд-99» из Дагестана, которая взялась за стройку, уже на месте расхлебывает последствия столь долгого строительного простоя. Мелкие дефекты, они как бы... полоса стояла как бы год, видимо из-за этого. С перепадовой температуры бетон расчиряется, сужается, и это как бы все трескается. Для этого делаются деформационные швы. С них и начали. Уже построенную полосу буквально распилили на отдельные квадраты. Теперь она сможет выдержать любые температурные перепады. Пока работы лишь только разворачиваются. Подрядчик перекидывает сюда строительную технику и сотрудников. За лето планируют довести до новых проектных требований, доставшуюся от предыдущего подрядчика взлетную полосу. Пока взлетно-посадочная полоса будущего аэропорта «Центральный» не готова принимать самолеты наивысшего класса. Чтобы здесь приземлялись огромные боинги и аэробусы, нужно продлить ее еще на 350 метров. Что в первую очередь и взялся делать новый подрядчик. Затем будут достраивать рулежные дорожки и перроны для воздушных судов. Объемы колоссальные, поэтому прямо на строительной площадке возвели собственный цементный завод. Специальная марка бетона, асфальта здесь как бы нет. И эта марка бетона, как бы обычный завод, он не может дать. Там разрабатываются подборы состава, рецепты. Соответственно, лаборатория все разрабатывает. Согласно их заключению, выдаем бетон, лаборатория все проверяет, фиксирует. За взлетами и падениями строительства нового аэропорта дольщики этих домов юбилейным наблюдают с наибольшим интересом. По решению суда их новостройки должны снести из-за того, что они мешают работе локатора, который стоит на территории старого аэропорта. Чтобы решить квартирный вопрос, руководство Росавиации даже скорректировало график строительства. Мы выделили первый этап строительства аэропорта для того, чтобы в первую очередь ввести в эксплуатацию аэродромный радиолокатор. Радиолокатор уже изготовлен. Он прошел испытания и находится на складе в Леонозовском электромеханическом заводе в городе Москва. Сейчас началось обустройство фундамента под мачту радиолокатора с тем, чтобы мы к 1 октября локатор ввели в эксплуатацию. Как уверяют федеральные чиновники, смена подрядчика не должна сказаться на сроках сдачи объекта. Сейчас перед строителями стоит задача буквально за месяц подготовить площадку и помещение для установки и обслуживания локатора. А сам аэропорт планируют запустить в конце 2017 года. Главное, чтобы скорость возведения объекта не сказалась на его качестве. Денис Титаренко, Роман Шельзяев, Саратов-24. Неоформленные официально. Сколько таких нелегальных работников в Саратове решили выяснить специалисты инспекции труда, Министерства занятости, Пенсионного фонда и прокуратуры. Они провели совместный рейд, в который отправилась и наша съемочная группа. Насколько соблюдается законодательство в сфере оформления трудовых отношений, узнала Елена Петрова. Нас интересует неформальная занятость, заключены трудовые договора с работниками. Есть ли у вас трудовой договор? Я не могу, потому что я разрешили, не давала вам на лидер съемку. Принципиально не отвечает и уходит, хлопнув дверью. Эта женщина официально нетрудоустроена. Тем не менее, за своего работодателя до последнего заступается и она, и вторая сотрудница. По данным Пенсионного фонда, ни одна из них не получает пенсионных отчислений. Здесь нет занятых людей вообще, тех, кто работает вообще по трудовому договору. А в этой пивной продавщица трудоустроена, но бесхитростно признается. Работает вдвоем со сменщицей. 12-часовые смены делят пополам. Нормальная продолжительность у нас рабочей недели – это 40 часов, 8 часов еженедельно. А дальше там, здесь, конечно, сменность. С учетом сменности работодатель сам определяет самостоятельно график работы. Но совершенно точно, что здесь как минимум занято, наверное, человек пять. Это значит, что либо сотрудники работают раза в два больше положенного, либо еще несколько человек устроены неофициально. Вот и директор. Уверяет, продавцы трудятся лишь полдня. Остальное время он сам стоит у прилавка. Какой у них режим работы установлен? Режим работы, они по полдня работают. По полдня работают? Да. А у вас в магазине вывеска висит, что у вас... Ну, продавцы работают по полдня, они сменно играют к работе у них. Ну и плюс я работаю. Ухищрения не помогают. У инспекторов нет сомнений, что здесь так или иначе нарушают трудовое законодательство. Как и в этой парикмахерской, рабочих мест несколько, но официально оформлены только один мастер и директор. Женщина уверяет, уже подала документы на устройство остальных сотрудников. Ну, когда только что? Вот сейчас, минуту назад? Ну, нет, ничего не делали. Ну, вот я вам говорю, вот сейчас я бы выясняла, отчётность с вами не предоставляется. Это самый популярный способ уйти от ответственности, говорят представители правоохранительных органов. Платить за неоформленных сотрудников штраф, который составляет около 10 тысяч рублей, мало кто хочет. Работодатели идут на ухитрение, пытаются задними числами составлять трудовые договора, заключать с работниками. И, соответственно, при проверке бежать на следующий день, подавать все сведения в пенсионный фонд, налоговый орган, уведомлять о том, что якобы работники работали ранее, соответственно, немного затрудняется процедура установления данного факта и данного вида нарушения. Но в большинстве случаев нарушения всё же выявляют. Чаще всего в списке безответственных работодателей мелькают руководители небольших фирм. Гораздо реже, но тоже встречаются мастодонты бизнес-сферы. Сотрудники прокуратуры говорят, штраф един для всех, и обычно одноразовой санкции хватает для того, чтобы работодатели исправили нарушения. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Юношу и девушку задержали по подозрению в сбытии синтетических наркотиков. Наркополицейские провели обыск в квартире в посёлке Юбилейный. У молодого человека и его подруги изъяли 53 грамма соли и свыше 30 граммов смеси соли и спайсов. Предположительно, саратовцы сбывали синтетические наркотики в интернете. Документировано несколько эпизодов их преступной деятельности. А также факт очередного приготовления к сбыту синтетических наркотиков. Молодые люди за сбыт запрещенных веществ в крупном размере в составе организованной группы могут лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет. При этом им грозит ещё и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Не в состоянии решить элементарную задачу, не из-за современных технологий студенты и школьники стали совершенно несамостоятельными. Преподаватели образовательных учреждений в пресс-центре газеты «Московский комсомолец Саратове» рассказали о качестве обучения. По словам преподавателей, большинство учеников привыкли использовать шпаргалки, готовые рефераты и прочие материалы, взятые из интернета. Более того, в современных учебниках есть лишь набор различных задач, а вот самой методики, то есть пошаговое разъяснение, как их решить, нет. В основном это касается сложных предметов, таких как математика, физика, а также технических дисциплин. Совершенно бессмысленно сейчас давать задачи домашние из Мещерского и Яблонского. Почему? А потому что решебники. Я однажды начал искать, у меня что-то не оказалось дома, Мещерского, почему-то, то ли меня стащили, то ли я забыл. Я начал искать Мещерский в интернете. Я опять нашел решебников и только потом нашел задачи. Они могут, я не хочу сказать, что студенты у нас глупые люди, но их, я повторяю, не учат совершенно самостоятельно что-либо делать. Раз. Не дают методики решения задач. Также преподаватели отметили, что развитие кругозора у детей зависит от подготовки в школе. Главное, нужно заинтересовать книгой и приучать особенно старшеклассников к чтению. Обновление городской станции скорой помощи. Из фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области ей выделена беспрецедентная сумма почти в полмиллиарда рублей. На эти средства закупаются необходимые препараты и обновляется оборудование. Как будут применяться новейшие технологии и что изменится в связи с этим для граждан, смотрите в нашем следующем сюжете. Скорая 11, здравствуйте. Что случилось? Сотни вызовов ежедневно поступают сюда, в диспетчерский центр городской станции скорой помощи. Каждое обращение это чье-то здоровье или даже жизнь. Поэтому оперативность здесь стоит на первом плане. По качеству оперативная обстановка должна будет улучшиться, потому что информационная система будет показывать, где у нас находятся бригады. То есть мы оперативно можем найти бригаду в любом районе города. В любом районе города оперативно послать машину на адрес. Кроме этого у нас будет заводиться электронная история болезни. Это уже в скором будущем мы закупили планшеты. И вот на адресах мы будем работать уже в электронном виде. 17 миллионов рублей только на создание и внедрение комплексной информационной системы. Компьютер сам создает очередь вызовов. На карте Саратова наглядно видно, где находятся бригады и где требуется их оперативная помощь. Деньги для станции скорой помощи были изысканы по поручению нашего губернатора Валерия Васильевича Радаева для того, чтобы доснастить в материально-техническом плане это учреждение. 476 миллионов рублей. Такую беспрецедентную сумму выделил территориальный фонд ОМС. На обновление скорой медицинской помощи. На эти деньги закупили спецодежду для сотрудников бригад, причем комплекты на все времена года. Также приобрели дорогостоящие медикаменты, которые буквально спасают от смерти людей сердечной недостаточностью, обратившихся за помощью в первые часы заболевания. Не надо забывать, что, как я уже сказала, это практически тысяча человек, которые трудятся в бригадах скорой медицинской помощи. Для них тоже нужно создать соответствующие условия. Поэтому в рамках этих денежных снов суммы выделены на денежные средства были и на ремонт тех помещений, где базируется станция скорой медицинской помощи. Пятая бригада. Пятая бригада на выезд. Пятая на выезд. Заметно удалось обновить и оборудование, которым оснащены не от ложки. На сумму в почти 6,5 миллионов рублей закупили новые аппараты ЭКГ, пульсоксиметры для определения уровня кислорода в крови, аппараты для искусственной вентиляции легких, а также современные дефибрилляторы. Это компактное устройство может запустить сердце пациента, даже вдали от машины скорой медицинской помощи. Эллада Тагеева, Денис Титаренко, Александр Бачков, Саратов, 24. Организовали День здоровья. Врачи ведущих клиник Саратова отправились в Ершовский район. Напомню, в нашем регионе продолжается специальная акция, инициатором которой выступил депутат Госдумы Николай Панков. В ее рамках узкие специалисты направляются в те населенные пункты, где врачей не хватает. В буквальном смысле по заказу на помощь к местным жителям выезжают медики областного центра. Репортаж Екатерины Заграничной. Левый глаз смысла оперировать вам нет в принципе никакого. Правый глаз надо обследовать более детально. После осмотра врач выносит вердикт. Хоть зрение и ухудшилось на обоих глазах, основная проблема кроется вправом. Окулист из ведущей клиники Саратова дает консультацию жительнице Ершовского района, чтобы попасть на прием к специалисту. Пенсионерка заняла очередь еще до открытия местного ФАПа. Оно и понятно, до города сама добраться не может. Приехали, уделили нам внимание, что нам не ехать в такую даль, по такой дороге пенсионерам. В течение дня профильные специалисты обследуют жителей нескольких сел Ершовского района. Именно об этом сельчане просили депутата Госдумы Николая Панкова. Парламентарий отреагировал. В День здоровья сюда приехали узкие специалисты из ведущих клиник областного центра, куда сельские жители не всегда самостоятельно могут добраться. Антонина Мордовина решила обследоваться сразу у нескольких врачей. Ей назначили лечение и направили на дополнительное обследование. Тут лекарство приписал невролог мне, мышцу делать в ногу 10 дней. Эти два укола ежедневно, а другой через день. Подобные Дни здоровья по инициативе Николая Панкова проводятся уже не в первый раз. Медицинские десанты побывали во многих отдаленных районах области. За это время консультации специалистов получили сотни сельских жителей. Обращаются в основном пожилые пациенты, говорят специалисты. Молодые люди могут самостоятельно добраться до районных центров. Взязано, скорее всего, с тем, что район отдаленный, село. Поэтому основной контингент – это больные с заболеваниями нижних конечностей, артрозы, варикозное расширение вен нижних конечностей. Консультации в День здоровья оказывали кардиолог, невропатолог, окулист, хирург и другие специалисты. Во время посещения на прием к врачу попали более ста жителей Ершовского района. Каждому назначили лечение, а кого-то направили на бесплатное обследование в лучшие клиники Саратова. Екатерина Заграничная, Елена Петрова, Илья Толкачев, Саратов, 24. Христиане готовятся к главному православному празднику – Великой Пасхе. Он выпадает в этом году на 1 мая. Сейчас идет Страстная неделя. Чем отличается этот период от остальных дней Великого Поста? Соблюдаются ли сейчас многовековые традиции Страстной недели? Как правильно красить пасхальные яйца и куда выбрасывать скорлупу от них? О мифах и легендах, связанных со Страстной неделей. А также о том, как относится церковь к походу на кладбище в праздник Пасхи, мы спросим религиоведа Дмитрия Борисова. Сегодня он гость программы «Прямая речь», которая выйдет в эфир прямо сейчас. А у меня на этом все. Не переключайтесь.